Доброе утро! 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 ветера а как питание хорошие двухразовые вместе с Эдуардом хороших результатов добился и Владимир Гарипов вот вы сейчас его видите Владимир, который год вы работаете? работал в армии в армии пришел обратно в армию сколько лет после армии? первый год первый год соскучился, наверное, да? самоктежно трудятся ковраницы, шоферы и остальные участники и кашаны неправильно, как их за деньги в этом вопросе мосфор, кашаны и кашаны убирая урожая нынешние земледельцы хозяйства не забывают и о завтрашней ниве с каждым днем набирают темпы вспашка зяби и посев озимых да, действительно потому что время очень коротко в свое время надо заскирдовать солому вспашку зяби и посев озимых тем более мы нынче и так опаздываем ну, на посев у нас очень хорошо вот, Гарипов Василий работает на сегодняшний день уже почти около 400 гектаров уже посев проявил по спашке зяби братья Ямалдиновы Денис и Сергей очень хорошо работают и другие также трактористы на сегодняшний день около уже 700 гектаров спахано зяби ну, у нас заповедь такой надо сказать, что мы на сегодняшний день по всем культурам заложили семена при том сортовые семена в достаточном количестве и для значит для общественного скота фураж и для колхозникам мы хорошие пшеницы будем давать чистые тоже отсортировано и победителям наверное тоже так же, да? кого? семена мы не только для себя закладываем вот в этом году мы уже дали колхозу мир колхозу Урал колхозу Правда воединский совхоз для посева нынешних зимой рожь от нас берут при том мы хорошие сортовые рожь даем семена мы государству не забываем первый заповедь хлеба государства на сегодняшний день уже нами сдано более 700 тысяч хлеба ну, наш план заказ 8600 мы его на дня выполним и это считаем что это будет большой ответ на заботу наше администрации предприятие 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 экономики экономики и общества социальная защита населения является одной из самых тяжелых проблем сегодня мы встретились заведующим социального обеспечения для изменяет закон пенсионного обеспечения только в этом году три раза мы уже сделали перерасчет вот последний с первого августа опять изменен минимальный размер пенсии если до 1 августа минимальный размер пенсии был 9340 рублей то стало 16 3813 рублей если человек имеет 40 45 лет стажу конечно заработная плата он будет получать 20000 рублей а у кого больше заработной платы кому выведена заработной платы самый размер по возрасту будет 60000 рублей соответственно изменились другие виды пенсии и надбавки на уход на иждивенцев он будет составлять 11 209 рублей очень много изменений были вынесены на 110 статью российского закона мы делаем повышение героям советского союза 50 награжденным орденом славы трех степеней тоже 50 героем социалистского труда и гражданам награжденным орденом трудовой главы трех степеней и орденом службы родине вооруженных силах соответственно там процент 25 процентов 15 процентов участникам воины 50 процентов ну делаем очень много повышений, согласно этой статье. Новое, то, что раньше не было, это остались у нас те граждане, которые в годы войны служили в рядах Советской Армии, не являлись участниками войны. А вот теперь мы им делаем, учитывая то, что они служили в рядах Советской Армии в годы войны, 50% повышения как участникам тыла, тем, кто работал в годы войны и не менее 6 месяцев были награждены медалью за доблестный труд. Также новое повышение у нас, согласно статье 110, это гражданам необоснованно реабилитированным и впоследствии реабилитированным. Конечно, при наличии документов и смес лишения свободы. По этому вопросу очень много к нам обращаются, но мы без соответствующих документов смес лишения свободы не можем оформить вот эту надбавку, которая положена в 110 статье, согласно закона Российской Федерации. Также есть новшества в нашем законе по отношению тех лиц, у которых дети, сыновья в основном погибли в рядах Советской Армии при срочной службе. Родителям есть закон, мы должны оформить пенсию по потере кормильца в возрасте с 55 лет, родителям, значит, мужчине с 50 лет, матери. Конечно же, соответствующие должны быть документы, это извещение о гибели сына, свидетельство о рождении и ряд других документов, которые касаются непосредственно стажа работы родителей. Ну, кроме того, мы стараемся выделить материальную помощь нашим нуждающимся, также участникам войны. Например, были выделены материальные помощи участникам Сталиградской битвы. Вот готовим документы для участников Курской битвы. Это все делается в рамках подготовки и проведения 50-летия Победы. Ну, в целях оказания хотя бы элементарной помощи в нашем отделе в районе открыты два фонда. Это фонд «Милосердие», куда мы очень благодарны обращаются, частные рельсы, вносят взносы. Кроме того, предприятия и организации нам помогают. Из этих фондов мы оказываем материальную помощь нашим нуждающимся. Создан районный фонд социальной поддержки. Туда идут перечисления и с республиканского фонда, и с районного фонда. Конечно же, благодаря этих фондов только в последнее время мы оказали материальную помощь на сумму 6 миллионов рублей. Кроме того, очень поддерживают нас с республиканского и с районного фонда, особенно, бюджета. Было выделено средств только вот за это полугодие. 3 миллиона рублей на подписку газеты и журналов наших пенсионеров. Мы провели эту подписку. Также было принято постановление о льготах, кому старше 70 лет, кому старше 80 лет. На эти цели только на льготное пользование коммунальным услугам за бесплатный проезд. Из районного бюджета уплочено 12 миллионов рублей. Это еще часть благотворительных актов, которые оказываем мы нашим пенсионерам, малоимущим. Но мы идем к большому празднику, ко дню пожилых людей 1 октября. В прошлом году очень активно все предприятия и организации проводили этот праздник. Вот сегодня у нас будет совещание с Советом ветеранов. Я думаю, мы придем еще к общему мнению и, конечно же, выйдем с предложением к предприятиям и организациям, чтобы учли заслуги наших уважаемых пенсионеров, ветеранов и провели этот праздник на уровне, учитывая все заслуги наших ветеранов. Я думаю, мы этот разговор еще продолжим. Я затронула часть только нашей работы и очень много проблем нетронутых в социальной защите нашего населения. Я думаю, это будет не последнее. Спасибо, Клара Зевна. А мы, в свою очередь, обещаем телезрителям, пощаще показывать в своих передачах, какая же конкретная помощь оказывается нашим пенсионерам. Клара Зевна. Был рассмотрен вопрос об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, связанной с вопросами торговли. С разъяснениями изменений положений закона выступил начальник городского отдела внутренних дел Килим Шамсиев-Шкалипов. Намечены конкретные меры по координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по упорядочению торговли в городе и районе. Данный закон представляет более широкие возможности для пресечения различного рода нарушений в организации торговли, независимо от форм собственности. В тот же день в районном Дворце культуры состоялось расширенное заседание Совета ветеранов, войны и труда совместно с представителями местной администрации и торговых предприятий города. В пленном присутствует завтра и совместитель Галерия Борзина, заведующий торгового отдела исполкома госсовета Орзова Марина Римовна. Присутствует здесь представитель Райко, Орсен ГТУ, Орсен ОТ-5. Я немножко проинформирую, чем мы заняты, какие новости по всем этим вопросам. Во-первых, по пенсионному вопросу. Мы сейчас стараемся, в связи с этими перерасчетами, в связи с тем, что очень нагруженно наши работники теперь работают, потому что каждый день прием. Уже три года мы собираем дополнительный стаж, вы сами знаете, с колхозов, совхозов. Сначала собирались с 16 лет, потом с 14 лет, потом с 14 лет. Можно проинформировать, чем занимается торговля, что она, какую работу проводит, как нам очень тяжело сегодня работать в сегодняшних рыночных отношениях. Это рост цен, все это сказывается. И можно это закончить тем, как мы вместе с вами должны прийти к тому, чтобы наши магазины были вызовы для и товаров, и промышленных, и продовольственных. Кстати, конечно, очень пришло, потому что, видимо, такое положение по обслуживанию льготной категории населения ветеранов сруда не только у нас сложилось, это, видимо, по всей республике. И до того это назрело положение, что, видимо, вот это постановление и вышло. Здесь очень много предложений администрации, торговым отделам. И вот я, значит, изучив этот документ, нашла такие пункты, в общем-то, которые уместны и возможны, которые мы сможем сами, своими силами, в общем-то, вести в действие или, в общем-то, это... В общем, вот такой пункт я хочу зачитать. «Изыскивать возможности для снижения уровня торговых надбавок на товары, реализуемые в магазинах ветеран путем уменьшения расходов по текущему содержанию занимаемых помещений и по пользованию транспортными средствами». Этот пункт приемлем, мы все его можем использовать, в общем-то. Это касается, значит, торговых предприятий, которые здесь присутствуют. Я бы просила на этот пункт обратить особое внимание, постановления у всех есть. И на оперативном совещании, или, вот, для них я бы директор КОВ «Продмага», в основном это продуктов касается, на промышленные товары мы еще как-то можем, потому что цены высокие, там, в общем-то, особой необходимости нет. А вот на продукты бы я бы хотела, чтобы этот вопрос у вас был поднят. Вот, пожалуйста. И второй пункт. «Устанавливать льготы предприятиям торговли и общественного питания, обслуживающим льготные категории населения, по налогам, в пределах сумм налоговых платежей, направляемых в местные бюджеты». А вот по этому вопросу я бы просила тоже от вас доходотайства, Николай Александрович. Как раз по этим льготам просим. И вот эти вот все средства, вот эти средства, разницу от этих льгот, разницу от этих, значит, если нам налоги эти уменьшат, мы эти суммы, значит, можем пустить вход на удешевление товаров именно для вас». «Обычно до обеда или до двух часов примерно очень тяжело. Почему? Потому что эти визитные карточки, которые бы нам дали или бы вам поручили, они никем не проверяются, особенно из вокзала идут с Пермской области, из Удмуртии. Они большими мешками, даже и на легковых машинах и так далее везут. Потом только мы часам четырем, я на улице, имеем возможность купить фляж. Я очень прошу вас, чтобы это проконтролировать, выборировать. «Хорошо, я вас поняла. И еще, вот с этим хлебом. У нас упущен такой момент, что вот раньше, конечно, когда это у нас, как говорится, в почете был возраст старших, но и сейчас это так, конечно, у нас везде, в каждом магазине висели таблички за счет участников войны, там медалистов, инвалидов отпускать вне очереди. Сейчас этих вывесок нигде нет. И в одном магазине, да не я. Ни в одном. И потому что хлеба. Почему они должны стоять в общей очереди за хлебом? Нужно всех продавцов предупредить, чтобы ветеранов всех, даже ветеранов труда сейчас добавляется в этой вывеске, обслуживать без очереди, без никаких. Там появилось очень много спекулянтов. Иногда паяшек не берут, иногда полуэшек, иногда десятки молока. Потому что людям не хватает молока. И потом эти люди, некоторые машинами, некоторые там с мужьями, с мужьями, несут туда железо. Дорогой тоже. Нельзя их спекулять сделать вопрос. Если товар идет, мы же торговые работники не можем, допустим, каждого покупателя контролировать и так далее. У нас поэтому есть в районе правоохранительного органа, антимонопальный комитет и налоговая инспекция. Вот это их задача выявлять этих людей. Допустим, на рынке сенья торговая занимается, то есть спекуляцией, мелкой спекуляцией. Они должны задержать там их. И за склон положить. Вот в этом тоже дело. А если мы, если мы, да, заказом покупателем будем следить, нам же заниматься торговлей некогда будет основаться. У нас вопросы культуру торговля, заводы торговля, обслуживание. Вот такому человеку. Мы никогда не получаем. И равненны с ним, обеспечиваем ничего там, обижаться ничего. Каждый месяц мы даем 400 грамм масла даем, даем сахар, который растаем, гречки даем, муки даем каждый месяц. Все получаем, все получаем. Никогда еще никто бы не отказался. Но только есть кто-то ест. Кто-то ест, кто-то не получает. Скажу, я сказал, если 10 не получите, 20-й, как-то 10. В последнее время участились перебои с хлебом и молочными продуктами. Несмотря на то, что хлебзаводы работают на полную мощность, появились очереди. Как вы уже сами видели, на прошедшем расширенном заседании Совета ветеранов, это было одной из самых острых проблем. Очень много было нареканий на жителей нашего города, которые занимаются перепродажей хлеба и молока на станции. По горячим следам мы вместе с заведующей отделом торговли Марины Римовной-Корозовой и представителями торговых предприятий решили побывать в магазинах и на железнодорожном вокзале. А теперь давайте мы вместе с вами посмотрим наши видеосюжеты. Продолжение следует... 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 Меня это не волнует. Меня старуху кормить надо. Старуху кормить надо. Узаребребургская шагер будет. Вот мы находимся в хлебном магазине, который находится в центре Янаула. Магазин Райпо. Время час. Без пяти час. Мы вот скопления народа особого тут нет, конечно. И вот сейчас мы беседуем с продавцом Татьяной Бегтимировой. Несколько слов, пожалуйста, скажите, как насчет обеспечения хлебом вот в эти дни. Немножко подождем, она отпустит покупателя. Обеспечение хлебом, в каком количестве поступает. И в последнее время мы видим стопление народов. Без курсе бекера купила. Понимаешь, мы собдаемся предмушить свою неделю. Друзья, мы собдались Mechanicals. Будем. 하고 кормить обычных едок. То есть проблемы новинка? Картышки, налоги, 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 налоги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА